То есть с 14 лет он учится в первом классе? Пока да. В городе мы выявили 120 семей, о которых... Никто не знал. Они жили 27 лет без документов. Потому что сегодня даже бесплатные детские сады, по сути, платные. И в результате этого ребенок не выдержал и завершил свою жизнь самоубийством. Я как-то так не хочу жить, говорю. Я устала, говорю. Как я говорю? Кто за ним будет смотреть? Не пожалели, что решили стать депутатом? Кто вчера поддерживал, может поменять свое мнение. Динар, вы уже полтора года в стенах парламента. Как, привычно? Привыкли уже? Да, в целом привыкла. Но вот в коридорах еще путаюсь, вы сами видели. Что сделано за полтора года? Вы знаете, вообще в Можилии парламента очень такая насыщенная законотворческая деятельность. И вот я как раз недавно смотрела, за полтора года, седьмого СОЗОВа, здесь в работе было 206 законопроектов. И сейчас в работе как раз 70 законопроектов. Я сама участвовала в работе девяти рабочих групп по самым разным законопроектам. Начиная от правоохранительной деятельности, судебной системе. Но, конечно, для меня, как для общественника, который 12 лет занимается вопросами защиты прав детей, поддержки детей с особенными потребностями и поддержки семьи, самыми значимыми было два законопроекта. Это первый законопроект по защите прав детей, как вы знаете, и второй законопроект об улучшении условий жизни лиц с инвалидностью. У вас, когда телефон звонит, вы знаете, да, кто звонит? Да, здесь подписан. То есть к вам могут с охорды позвонить, да? Да, как городской телефон. Вас можно вызвать спикер, да? Да, да, да. Или там руководитель вашей рабочей группы? Да, да. То есть вы в скольких рабочих группах сейчас состоите? Сейчас я нахожусь в трех рабочих группах, но вот в целом за это время девять рабочих групп. Девять рабочих групп за полтора года. Динара, в двух словах. Какая задача у депутата Мажелеса? Задача у депутата Мажелеса, прежде всего, мы представляем народ. И, соответственно, мы должны поднимать те проблемы, которые волнуют общество, которые должны улучшить жизнь населения страны, находить решение к этим проблемам и, соответственно, продвигать эти идеи в виде поправок в законопроекты или предложений в государственные органы. Конечно, когда я сюда пришла работать, как общественник, я верила, что я свои добрые идеи принесу, и мы все вместе их возьмем, и они тут же реализуются, все вместе побегут их претворять в жизнь. Но оказалось, что не так просто. Любая идея должна быть доработана, обсуждена с государственным органом. Потом мы ее выкладываем как поправку, сажаем в законопроект, после чего должно пройти согласование всех госорганов, которые имеют отношение к этой поправке. Должно пройти заключение правительства, в котором также эту поправку поддержат, и только после этого она может быть принята. Если поправка бюджетно-затратная, это еще более сложный вопрос, потому что необходимо найти источники финансирования, как профинансировать реализацию той или иной идеи поправки, и, соответственно, дать предложение государственным органам, где можно найти, изыскать эти средства. И потом, только после того, как ты всех убедишь, все с тобой согласятся, эту поправку можно принять. Ну вот если, например, привести в пример законопроект о защите прав детей, над которым мы работали, как раз над ним я начала работать, как общественник еще в экспертной группе, и мы объехали все регионы, как вы помните, 220 населенных пунктов, то есть изучили все проблемы изнутри по защите прав детей, по поддержке семей, и с нашими предложениями пришли в мажорец парламента, направили сюда официально нашу таблицу, и сам законопроект, работа над ним началась в мае 2020 года, и, получается, закон вышел в мае 2022 года. Вот два года примерно шла работа над одним законопроектом. Это тот самый нашимевший закон депутата Закиева и также вашего коллега Эдустрома. Да, на самом деле это была поправка, так скажем, блок поправок, которые относились к теме защиты от кибербуллинга. А в целом в законопроекте, когда его рассматривали, работали над ним, пришло на обсуждение 350 поправок, 350 предложений, и принята была 71 поправка. То есть вы выступали против буллинга детей? Да, мы хотели обеспечить детей инструментом по защите от буллинга и кибербуллинга. Да, ну я думаю, что все родители против буллинга, да? Но почему это было связано с соцсетями? Вообще, когда мы объезжали регионы, еще будучи общественниками, мы внесли, как я сегодня рассказывала, таблицу в мажорист парламента с нашими предложениями. И среди них были как раз-таки поправки по профилактике буллинга, травли в школах. Почему? Потому что именно буллинг и травля очень часто являются причинами суицида среди несовершеннолетних. Они являются причинами преступности среди несовершеннолетних. Я вот помню, как раз, когда мы объезжали, в Алматинской области произошел такой случай, когда мальчики высмеивали своего соклассника, мама которого работала уборщицей в их же школе. И в результате этого ребенок не выдержал и завершил свою жизнь самоубийством. Таких случаев, к сожалению, много. И Министерство внутренних дел на брифинге, когда мы проводили разъяснения, рассказывали о том, что так же произошло и с ребенком, который играл в футбол. И дети начали высмеивать, что он неправильно забил гол или не смог забить гол. И, соответственно, ребенок завершил свою жизнь самоубийством. А как это связано с соцсетями? В наших школах казахстанских, в одной школе, например, если происходит буллинг-травля, директора, сотрудники помогали ребенку. А в другой школе эта проблема замалчивалась. В третьей школе она игнорировалась. И единого системного подхода по профилактике, то есть недопущению травли буллинга в реальной жизни, в учреждениях образованиях не было. Поэтому вот в этом законе мы прописали как раз компетенцию Министерству просвещения тогда образования по разработке единых правил и методик для профилактики буллинга-травли в школах, что очень важно. Но если с буллингом, с травлей можно в конце концов переехать, перейти в другую школу, то с кибербуллингом, соответственно, ситуация иная. Куда бы ты ни поехал, социальные сети остаются с тобой, информация там сохраняется. И, конечно же, вот как коллега приводил пример, когда у нас появились машины, появились дороги, появились правила дорожного движения для того, чтобы обеспечить участников безопасностью. Вот точно так же в социальной сети развиваются технологии, и необходимо обеспечить детей нашей страны безопасностью и там. Не только в школах, не только в учреждениях образования, но и также в социальных сетях. Основной посыл состоял в том, чтобы определить порядок обращений по фактам кибербуллинга. И вот в соответствии с принятым законом в течение трех дней уполномоченный орган обязан принять меры по обращению. Затем для того, чтобы обеспечить скорость, необходимо эффективное взаимодействие с социальными сетями. Соответственно, как это сделать? Нужен конкретный человек, представитель, или вот как представительство вначале мы предлагали, в итоге определились на представителе, с которым уполномоченный орган сможет взаимодействовать, срочно связаться с конкретным человеком, которого соцсеть определила, передать ему уведомление или информацию, по которой уже представитель этой социальной сети, интернет-платформы примет меры. Поэтому появился механизм взаимодействия с представителем, соответственно, с социальными сетями. И вот по закону представитель социальной сети в течение 24 часов после получения уведомления от уполномоченного органа должен принять меры по удалению информации, которая касается кибербуллинга в отношении детей. Детей? Да. Но возмущались взрослые? Почему-то люди это связали с, наверное, какими-то своими комментариями, да? То есть испугались, что завтра, если они там кому-то написали какой-то коммент, ну, неприятный, да, что они завтра будут за это отвечать. С самого начала, в самом законопроекте само определение слова кибербуллинг шло только в контексте кибербуллинг в отношении ребенка. И поэтому, когда возникали комментарии о том, что это повлияет на цензуру или это повлияет на свободу слова, мы объясняли, что кибербуллинг в отношении ребенка никаким образом не может относиться к взрослому человеку, не может относиться к комментариям в отношении государственных служащих или чиновников, или их действий, или осуждения их действий. И в конце концов, вот мы также объясняли, что в действующем законодательстве с 2014 года есть компетенция уполномоченного органа по приостановлению работы сетей. И также прописаны основания. И такой довольно исчерпывающий список оснований в 13-й статье закона о СМИ. Там написано, что это информация, касающая экстремизма, терроризма, информация, которая касается пропаганды насилия, суицида, распространения наркотических средств, распространения ложной информации. То есть, если вдруг, условно, в социальных сетях, в интернете появится такая соцсеть, которая будет пропагандировать насилие, наркотики и прочее, то наше министерство имеет право закрыть эту сеть. Оно имеет право закрыть доступ к этим материалам. Но почему-то люди перепутали и подумали, что вы хотите вообще вырубить интернет, вырубить нам Инстаграм, Фейсбук, Телеграм и Ютуб. Нет, конечно. Ни у кого не было цели вообще никаким образом влиять на работу интернета. Против детей. Да. Если завтра ребенок подвергается кибербуллингу со стороны своих одноклассников, со стороны, я не знаю, дворовых детей, его там атакуют, у тебя папа такой, мама такая, сам ты кривой, косой и прочее, да? Какое наказание ждет этих детей, которые буллят? В законе не предусмотрена ответственность за травлю, за буллинг. Предусматривается только механизм профилактики и механизм защиты в самой социальной сети. Родитель или законный представитель ребенка может обратиться в уполномоченный орган, написать заявление, указать все ссылки. После этого уполномоченный орган в соответствии с законом, с экспертной группой оценит, что действительно это кибербуллинг, направит письмо в социальную сеть и представителю. И представитель должен будет в течение 24 часов данный материал удалить. Здесь вот зал, где проходят наши рабочие группы, заседание комитета, мы здесь обсуждаем, спорим. Иногда же думают, что есть стереотип, что вот мы все сразу на все соглашаемся, со всеми поправками все согласны. На самом деле у нас тут такие жаркие споры проходят. С 10, вот было у нас обсуждение с 10 утра до 7 вечера. Не выходя. Выходили буквально на какое-то короткое время, на совещание обратно возвращались и продолжали обсуждать, спорить, голосовать по... Динара, а вот чтобы принять одну поправку, вот сколько таких рабочих заседаний должно пройти? Вы знаете, по-разному. Например, какие-то поправки у нас, вот они были внесены в начале и приняли их в конце концов, проголосовали за ним только на 27-й рабочей группе. То есть 27 раз нужно это обсудить вот здесь? Ну не обязательно 27 раз, то есть несколько раз обсудили, потом направляют на заключение правительства. Например, в рамках законопроекта по защите права детей два раза на заключение правительства отправлялись поправки. Соответственно, где-то 2-3 месяца мы ждали. Еще не факт в конце, что вообще его примут? Что их примут или поддержат. Ну как законопроект о бытовом насилии, да? То есть столько его писали, обсуждали, обсуждали. Вот я помню, как мы с Рахимом Ушакбаевым тоже сюда приходили, бились за этот закон и в итоге его просто сняли. Да, вот разное бывает. Поэтому был, например, большой блок поправок, который мы вносили по жилью в рамках того же закона о защите прав детей. Его не приняли, не поддержали. А бывает такое, что, например, вы, допустим, так долго боролись за какую-то поправку, чтобы ее приняли, скажем. И вот с вами тут ваши коллеги обсуждали это. И вроде они были на вашей стороне, да? Но когда уже голосование, они такие, я против. Да, разное у нас бывает, конечно. Как я говорила, тут и позиции могут меняться, и взгляды могут меняться. И кто вчера поддерживал, может поменять свое мнение или вообще можно отозвать свою поправку, если ты вдруг решил, что все-таки она еще недоработанная, сырая. То есть такой процесс очень живой и сложный достаточно. Но вы смотрите, вы все-таки человек, скажем, из обычной жизни, да? То есть вы занимались общественной деятельностью, да, там, бизнесом. Но вдруг вы вот стали депутатом, да? То есть вы до этого депутатов, наверное, видели там по телевизору, не знаю, знакомы, дружили с ними. Вообще понимали примерно, как они работают? Нет, честно говоря, прям так близко знакома не была. Только вот когда начала работать как общественник в рабочей группе. А так никогда не вникала, не погружалась. Не пожалели, что решили стать депутатом? Нет. Когда получается, тогда ты понимаешь, что все... То есть ты бьешься, 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 и в какой-то момент у тебя получается, да? Да. Я верила, что за один год я смогу все сделать, решить, всем все доказать, и все все примут, и потом буду знать, что я сделала все, что я могла для детей и семьи. И как оказалось на деле? На деле оказалось сложнее. А в чем сложность? Сложность в том, чтобы убедить правительство в необходимости именно этих мер, что именно твое предложение самое правильное. И второе, найти и изыскать средства в бюджете, чтобы реализовать эти поправки. Например, мы недавно внесли поправки, но не недавно, как раз полгода уже прошло, по социальным пособиям детям в малообеспеченных семьях. Сегодня 625 тысяч детей проживают в малообеспеченности. Это каждый десятый ребенок. По официальным данным. По неофициальным их практически миллион. И один из видов социальной поддержки для таких семей – это адресная социальная помощь. И мы как раз говорим о том, что ее размер не отвечает потребностям, потому что в каких-то семьях он всего лишь 7 тысяч тенге на 6 человек. Ну какую проблему это решит? А дети при этом страдают. Поэтому мы предложили или адресную социальную помощь отдельно для детей, то есть детское пособие в размере прожиточного минимума на одного ребенка. Это 37 тысяч тенге на одного ребенка. Потому что сегодня даже бесплатные детские сады, по сути, платные, потому что родители платят 20 тысяч тенге за питание. И для малоимущей семьи оплатить, например, двоим-троим детям садик уже представляется невозможным. Поэтому мы вот такую поправку предложили, и сейчас работаем с Министерством труда по этой теме. А сейчас получается АСП как получают? То есть АСП – это одна сумма, которую получает семья или на каждого ребенка? АСП рассчитывается как разница между среднедушевым доходом и чертой бедностью. Например, если черта бедности, грубо говоря, представляет собой 27 тысяч тенге, а доход составляет семьи, например, на одного человека 24 тысячи тенге или 25 тысяч тенге, то разница это будет 2 тысячи тенге. И вот 2 тысячи тенге умножают, например, на 6 человек, и получается 12 тысяч тенге. То есть это же совсем маленькие деньги. Да. И мы хотим, чтобы в таких семьях, в малобеспеченных семьях, на каждого ребенка выплачивалось социальное пособие в размере прожиточного минимума. 37 тысяч тенге на ребенка. Какие льготы сегодня имеют многодетные мамы? Многодетные мамы получают выплату на каждого ребенка до 18 лет, но там тоже сумма не такая большая. На одного ребенка чуть более 10 тысяч тенге, примерно 40-50 тысяч тенге. Если там 5 детей, да? 5-5 детей, да, получают мамы. Это один доход потом? Есть выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Это вы сейчас продлили, да. И в целом примерно сколько многодетная мама может в месяц получить от государства как поддержку? В районе какой суммы? В целом, если в семье есть ребенок с особенными потребностями, то есть пособия для таких деток. И вот если посмотреть на те семьи, с которыми мы работаем, максимум 70 тысяч тенге, 80 тысяч тенге семья. Получается в месяц. Все пособия, которые... На своих пятерых, шестерых детей. Да. Как так получилось, что ваш сын Даниал до 14 лет не ходил в школу? Дело в том, что мы прошли 6 лет, в 6 лет пошли медосмотры, прошли, чтобы подготовиться в школе. Я всех специалистов прошла. И последнее вот то, что надо было к психологу. Психолог увидел, Даниалка пообщался, фотографии, книжки показал, игрушки показал. И она мне говорит, я говорю, вам печать поставили, говорит, допуск, но вам надо к невропатологу. Я пошла туда с Даниалкой к невропатологу. Невропатолог мне говорит, да, у него есть какие-то особенные, какие-то эти черты. Я говорю, отправлю вас на Жан-Сугурово, то есть это 25-й конечной психбольнице. Я туда с Даниалкой поехала, там врач приняла. Она тоже с ним пообщалась и, соответственно, провела какие-то свои эти тесты. И она мне говорит, его надо ложить. Я говорю, как ложить? Она говорит, так и так, положи, чтобы уточить конкретный диагноз. Я говорю, а вы знаете, хоть примерно, вы же врач, говорю, вы можете мне примерно сказать, какой у него примерно диагноз? Она мне говорит, я так думаю, что аутизм, то есть это какой-то там F, они как-то его маркируют вот так. Я вот этим как бы не сталкивалась, как бы у нас в семье в роду такого не было, если честно. То есть я говорю, там какие диагнозы будут лежать? Она мне говорит, это будет, то есть какая-то шизофрения, аутизм, там что-то еще. Такие психические, короче, разные этими были. Я говорю, все хорошо. Она говорит, ну вы полечитесь, говорите, потом придите. Анализе сдадите, в пареньки возьмете. Я говорю, все хорошо. Ну я и долго не думаю, естественно, я развернулась и ушла. И потерялась, как говорится. То есть вы испугались, что... Напугалась, что его положат в психбольницу. Это уже мне вот это не само, вначале его диагноз, а вот это само больница, название психбольницы, она мне напугала. Вот честно. А что он, получается, 8 лет находился дома? Он дома был, да, я живу, у меня тетя была, эта, мамина сестренка, мы втроем жили. Она им занималась, она научила его читать, писать. То есть, а потом я смотрю уже потихоньку, что Даниал уже сам по себе развивается. То есть он цифры, кубики, рубики спокойно собирает за секунды. То есть я ему постоянно, как бы, я бы не могла, конечно, ему, я бы постоянно работала с утра до вечера, я не могла ему вот это заполнить ту любовь материнскую, которую я хотела бы. Конечно, им заниматься, куда-то ходить, тем же развлекательным, мне не надо было работать, содержать семью, хоть какую-то, сына, ничего страшного. Просто, знаете, для меня это, наверное, тяжело было это принять, понимаете, что у меня ребенок такой, он другой имеется в виду, понимаете. Мне не то, что было стыдно, а мне как матери было очень сложно это принять, что я думала, что у меня будет ребенок такой здоровый, будет шустрый, как другие дети, допустим, понимаете. И даже те же, допустим, подружки, на дети, я на них же тоже смотрю, у них тоже есть подружки, у Даниала в возрасте. Я смотрю, когда они общаются, и Даниал всегда отделяется, и он выбирает, допустим, пять человек в его окружении, он выберет только одного человека, который ему понравится. То есть кто к нему хорошо отнесется. Даниал, не кружись, сядь, пожалуйста. Если ему хорошо, то хорошо. А если ему плохо кто-то что-то сказал, он скажет, мама, ты знаешь, вот в таком-то году, такого-то числа он мне так сказал. И понимаете, он, Даниала есть, память очень хорошо развита. А вот сейчас он же учится в школе? Да. В каком классе? Положили, пока посадили его на первый класс. То есть в 14 лет он учится в первом классе? Когда он успевает, у него хорошее, учителя от него вообще без ума, он говорит, ну очень, он говорит, хорошо. Он, видите, я же говорю, такой в толпе, как бы в этом классе, он никогда не был же, правильно же? И как ему? Ему сейчас нравится. Я же говорю, он уже девочка такие сички дергает. Мне он тебе нравится в школе? Да. Нравится? Классно? Он помогает учительнице. Учительнице помогаешь? Да. Помогает, да. Сейчас он пошел в школу, ну, по сути, потому что Динара, да, за Киевом вас нашла, вытащила, да, и помогла вам устроиться в школу. Но до этого вы не чувствовали, что все-таки ваш ребенок, ну, ему нужно в школу, ему нужно в социум? Я же говорю, смотрите, Динара, да, вот я столько лет, я говорю, у меня тетя в прошлом году умерла от коронавируса, мы его троем переболели. Я ее в прошлом году потеряла, и тогда, когда я ее потеряла, мы с ним остались вдвоем, я уже так поняла, думаю, такое, знаете, как бы, пустота уже. И я подружке позвонила, сказала, говорю, я так не хочу жить, говорю, я устала, говорю, как я, говорю, кто за ним будет смотреть? Вот хоть самостоятельный, ладно, сам как бы этот, за собой, говорю, ну, в туалет ходит, сама все делает, говорю. Я говорю, как без нее? Мне куда разорваться теперь? И она мне говорит, Асиля говорит, соберись, соберись, говорит, успокойся, говорит, ты теперь должна ради него жить уже. Ты, говорит, уже на тете, у тебя уже, говорит, нету, ты должна ради него жить уже, говорит. Театр, это, говорит, не вечное. Театр, в любой момент, ты, говорит, можешь у тебя не стать, говорит, Театр, кому он, говорит, он нужен будет, если ты, говорит, о нем сейчас не подумаешь. И мы с Акен приехал, Оксан, мой муж, подружкин, он нас записал париклинику пятую, мы пошли туда, они все были в шоке, естественно. То есть они не знали о его существовании? Они, как бы, естественно, сами, как человеческий фактор, они не знали, но мы компьютеры были, они от этого в шоке были. Динара, сколько таких семей у нас в столице? Вы знаете, за три месяца работы в городе мы выявили 120 семей, о которых... Никто не знал. О которых не знали службы Акимата. Обо всех семьях знают участковые, мы вот очень плотно работаем именно с участковыми, и во всех регионах выявляются такие семьи. Буквально за короткое время, за 5-6 дней, пока мы работаем в регионе, мы всегда находим семьи, которые, десятки семей, которые не знают ни о каких программах, ни о том, на что они имеют право, нигде попросить помощи. Дети, которые никогда не ходили в школу или не получали лечение, не продокументированы, и, соответственно, не имели доступа ни на какие базовые услуги, которые положены им по государственной помощи. Вот как вы узнали? Вот в рамках деятельности совета мы инициировали создание групп оперативного реагирования, потому что мы видели, что обо всех семьях знают прежде всего участковые. Но очень часто участковые, выявляя семью, передают в Акимат о них данные, но помощь до этих людей не доходит. Акиматы, службы Акиматов не доходят до этих семей. И, соответственно, участковые остаются один на один с этой семьей, с их проблемами. То есть участковые в Казахстане знают все про всех? По сути, да. То есть про такие семьи каждый участковый знает? Участковый знает о всех семьях, которые нуждаются в помощи. И они сами складываются, сами своими силами помогают. Но участковый не может трудоустроить, участковый не может помочь пособие назначить. Но участковый его, допустим, нашел, он должен же кому-то сообщить об этом? По идее, он кому должен сообщить? Он должен сообщить в Акимат, и они это делают. Но проблема в том, что в структуре Акимата нет звена, которая бы конкретно отвечала за результат по каждой семье. Отследила бы, что управление образования в школу устроило ребенка вовремя. Или отследила бы, что управление здравоохранения свой объем услуг предоставил, и соцзащита в свою очередь. И очень часто мы в регионах рассматривали решение комиссии по делам несовершеннолетних, куда попадают как раз-таки обращения участковых, материалы, которые готовят участковые. И решение комиссии, первое, не всегда соответствует той ситуации, которая на самом деле происходит в семье. Например, в городе от травмы выявили семью, просто в ужасающих условиях и дети, и сама семья. И ни окон, ни дверей, ни постели, ничего нет, и ни продуктов, абсолютно ничего нет. И мама одна, там параллельно чужие люди, не совсем трезвом, так скажем, виде. И, к сожалению, комиссия вынесла решение о предупреждении вместо плана помощи этой семье, когда их можно было продокументировать, устроить на работу, обеспечить лечение. То есть этим должно заниматься управление по делам семьи, которого по факту сейчас нет ни в одном акимате? Да. То есть вы хотите, чтобы было управление, которое вы отвечали? Ну, по сути, если это всего, допустим, в столице 120 семей, это не такая большая нагрузка. Но это 120 семей, которые выявили только мы. На самом деле их намного больше. Место, где она живет, сложно назвать жильем. То есть это комната, какая-то пристройка, где ни туалета, ни кухни. То есть это одна комната, в которой до 14 лет жил, ну вот просто, я так понимаю, в рамках этой комнаты. И сколько таких семей? Ну, то есть вас вообще слышат? Вообще результаты есть. Мы точно так же поднимали вопрос по году ребенка. Например, на площадке совета при партии Аманат рассматривали план мероприятий «Году детей». Если в республиканском там 50 пунктов, например, в региональных тоже у них, у каждого региона есть свой план. В принципе, в целом 70% мероприятий, как оказалось, такие формальные. Это проведение конкурсов, которые каждый год так и так проводятся. Даже открытие лагеря Балдаурен, который и так каждый год открывается. Или открытие церемонии открытий школ, строительство которых и так было заложено. И вот по информации регионов закладываются бюджеты от 3 до 32 миллиардов тенге. В целом свыше 100 миллиардов тенге предусматривались на мероприятия к «Году детей». Конечно, это вызвало наше такое оправданное возмущение. Министерство просвещения, в принципе, с нашей конструктивной критикой согласились. Но, по сути, на тот момент ничего поменять не могло. Но в то же самое время мы в свои рекомендации от совета вложили те предложения, которые озвучили наши члены совета. Нас слышат, что наших общественников слышат, и что сама площадка при партии Аманат является такой эффективной. Ну, вообще, было бы идеально, если бы вас услышали и открыли бы эти управления по делам семьи. Потому что, ну, я не знаю, мы никогда не будем, наверное, процветающим, развитым государством, если у нас вот так вот будут наши казахи жить в таких условиях, когда элементарно ребенок до 14 лет не ходит в школу. Вы знаете, в регионах, как раз говоря об этом, мы проводили такой полноценный анализ в течение двух лет, чтобы собрать достаточно доказательств, оснований его для наших предложений. Мы изучили 14 дорожных карт, функциональный анализ структуры Акиматов и комиссий провели. И все это на местах, начиная от дальних аулов на границе с Россией, с Китаем, заканчивая областными центрами. Изучили все меры поддержки, которые реализуются. Вот общий вывод, который можно сделать. У нас на сегодняшний день и защита прав детей, и система поддержки семей заложена в многочисленные дорожные карты, планы. Но все это на бумагах. Которые в таком большом количестве спускаются в регион на одного, двух, трех сотрудников. И в конце концов все это превращается в отчеты ради отчетов. И результаты происходят на самом деле на бумагах. А все эти многочисленные программы, инструменты, объем государственной помощи в полной мере до семей не доходят, вы сегодня сами видели. И сами семьи не знают, на что они имеют право. И поэтому вместо вот этих многочисленных дорожных карт усиления межведомственного взаимодействия, которые у нас каждые два года заново принимают, переподписывают, кардинально нужно просто создать систему, которая действительно даст результат. Почему все это время нет никаких положительных устойчивых изменений ни в сфере поддержки детей, семей, нарушения прав детей, преступлений в отношении несовершеннолетних, семейно-бытового насилия. Потому что нет целостной системы работы с семьей. И вот мы предлагаем создать управление по делам семьи или закрепить эту функцию за управлением социальной защитой на местах. Затем у нас открываются сегодня во всех регионах центры поддержки семьи. Дальше, то есть это центры поддержки семьи, которые как раз будут руками-ногами этих управлений. И эти центры до 2025 года должны открыться в каждом районе. И это принципиально важно. В этом году 45 открывается. Почему? Потому что если посмотреть, например, от аула до областного центра, ехать 4-6 часов. Если женщина с детьми или семья очень нуждается в помощи, вряд ли они доедут до областного центра. Это элементарно требует и физических, и материальных затрат. Более того, они не знают, что они могут туда обратиться. А если центр будет в районе, то шансов, что эта семья обратится за помощью, женщина с детьми туда придет, проконсультироваться, узнать, что она может сделать, как ей могут помочь, намного больше. За два прошедших года на оформление к праздникам и визитам в городе Шимкент выделено более 3 миллиардов тенге. В то время как в Североказахстанской области около 10 миллионов тенге. А вот по данным Акимата Жамбулской области, средства на оформление не выделялись. Следовательно, можно обойтись без указанных затрат. Вызывает много вопросов подходы по выделению средств на уборку снега. Так, в Атраусской области из бюджета за последние три года было выделено 3 миллиарда 333 миллиона тенге. А в Западно-Казахстанской области в то же самое время на уборку снега выделено 327 миллионов тенге. В городе Нур-Султан на уборку снега, учитывая, что придомовые территории от снега чистят КСК, на три года из бюджета выделяется более 50 миллиардов тенге. То есть в день в среднем более 100 миллионов тенге. Если, например, сравнивать с Кустанайской областью, учитывая схожие погодные условия, то там на целую область на три года выделено 4,8 миллиарда тенге. Соответственно, в день в 10 раз меньше, чем в столице. Таким образом считаем необходимым первое – местным исполнительным органам пересмотреть подходы к планированию бюджетов и их оценке. Второе – оптимизировать бюджеты в пользу создания реальных механизмов по решению актуальных социальных проблем и поддержки семей. Я заметила, что в ТикТоке люди любят такие темы. То есть вы, по сути, разоблачили бюджеты. Что там на снег, сколько там тратят в Адраусской области? 50 миллиардов тенге. 50 миллиардов в Астане. В Адраусской области на снег тратят 3 миллиарда тенге. На оформление в Шымкенте 3 миллиарда тенге. Слушайте, ну реально суммы бешеные. Да, вы знаете, когда мы предлагаем какие-то меры социальной поддержки, естественно, они требуют финансов, они требуют бюджета. Нам, естественно, государственные органы, местные исполнительные органы отвечают, что бюджетных средств не хватает, надо изыскивать. И вы такие, ты-ты-ты-ты, я найду сейчас вам. Да, и потом приходится искать, когда мы, например, поднимаем тему о том, что нужно открывать центр поддержки семьи, регионы жалуются, что нет на это средств, или предлагаем какие-то другие вещи, детские пособия, государственные органы говорят, что нет средств. Поэтому, естественно, мы делаем запросы. И вот здесь я прямо изучала, сколько средств тратится на какие-то определенные статьи. И то всего несколько статей мы запросили. И вот, например, по снегу действительно очень было много вопросов. Город Астана заложил на три года 50 миллиардов тенге на снег. Это согласно их официальным ответам. То есть получается, если взять зимние дни, и то я заложила пять месяцев, это в день 100 миллионов тенге. На уборку снега? На уборку снега. А, например, в Кустанайской области, по сути, мы даже изучили, сколько сантиметров снега там выпадает. И вот всего взяли шесть городов, сколько предусмотрено бюджета на очистку от снега шести городов в Кустанайской области. Это 4,8 миллиарда тенге. То есть разница колоссальная. Поэтому вопросов очень много по местному бюджету и по государственным органам. Ну, смотрите, а что говорят сами акиматы? Вы же находите, где взять, условно, ну, не украсьте вы там новогоднюю елку, да? Если народу объяснить, например, местным жителям. Давайте в этом году обойдемся без оформления. Давайте обойдемся без оформления, но зато эти деньги, да, купим семьи, которые нуждаются в поддержке. Слушайте, ну, на 50 миллиардов тенге можно вообще-то столько квартир купить, да? Да, дом построить. Ну, было бы еще идеально, конечно, если бы открыли управление, да? И второе, если бы на местах в каждом регионе была бы своя динара за Киева. Спасибо большое. Ну, я думаю, найдутся очень много таких людей. Вот даже те группы оперативного реагирования, которые где-то хуже, где-то лучше работают, за два года выявили 65 тысяч семей, 17 тысяч из которых документировали и устроили на работу. Представляете? То есть 17 тысяч казахстанцев жили без документов? Да, среди них 11 тысяч человек были без документов. Как? И были продокументированы вот так. Даже вчера вот мы ездили в семью, и они жили 27 лет без документов, пятеро детей. Они не могли из-за этого обращаться ни в поликлинику, ни в больницу. То есть она сама 27 лет жила без документов? Да. Или ее дети? Она сама жила без документов, и у нее рождались дети без документов. А, извините, я роддом куда смотрела? Они жили в кочегарке, она вот до последнего ждала, дети рождались. Нет, она рожала, потом ей же документ же нужен. Вот недоработки. Получается, потому что никто на этот сигнал, возможно, роддом сигнализировал о том, что вот... Ну, то есть реакции не было, потому что нет управления. Девушка, да, то есть если эти документы попали нужному человеку в руки, может быть, кто-то бы и подсуетился, а если не попали, то гарантии нет. То есть, вы знаете, ситуационный подход. То есть, если нет органа, который это контролирует, то проблема никогда не решится. Конечно. Динара, давайте представим себе, что если вдруг, да, ну вас распустят, это факт уже, да, если вдруг вы не попадаете снова в парламент, и, допустим, управление по делам семьи, ну, не создадут, что будете делать? Будем как общественники поднимать эту тему и добиваться в любом случае. Сдаваться не собираетесь? Да, конечно. Надо завершить то, что начали, потому что это даст результат. Это изменит жизни сотни семей, тысяч детей и тысяч женщин. Вы еще несовершеннолетние. А разрешение родителей было на то, чтобы вы работали? Динара, мы сейчас находимся в службе 111, да, и я знаю, что этот проект инициировался вами еще до вашей депутатской деятельности. Да, еще не будучи депутатом, я вошла в совет при партии, и как раз мы, как я говорила, объехав все регионы, приехали и инициировали создание службы 111 именно при партии. И за все это время, вот за два года работы, эта служба обработала и помогла по 30 тысячам обращений. По каким вопросам можно звонить в 111? Служба 111 полностью оказывает помощь по всем вопросам, которые касаются семьи, защиты прав детей, поддержки женщин. Женщин сюда поступает обращение самого разного характера, если, например, семья находится в трудно-жизненной ситуации. Соответственно, служба связывается с социальными службами, с управлениями на местах в той или иной области, направляет туда сотрудников этих управлений для того, чтобы семье помогли трудоустроиться, получить пособия, продокументировать. Бывает, звонят в больнице, когда, например, им не выдают смесь детскую. Бывает, звонят, когда у них не получается. То есть, когда человек попал в сложную ситуацию, он не может найти выхода, да? То есть, это могут быть и дети, и старики, да? То есть, это может быть абсолютно любой гендер, любой гражданин, любой возраст. Конечно. И вот есть более 30 тысяч обращений, например, тысяча – это только от детей. Детки тоже звонят по самым разным вопросам, начиная с тяжелых случаев, заканчивая случаями, когда, например… А тяжелые случаи какие, например? Это случаи насилия, когда в отношении детей совершаются какие-либо неправомерные действия со стороны… Бывает и членов семьи, и со стороны сверстников, или в школе, или звонят, например, с детских домов даже по вопросам, что обижают, или не могут, например, получить возможность ночевать в одной комнате со своей подружкой. Даже такие просьбы есть, самые разные. И вот самое главное, наверное, в службе 111 – это контроль и работа на качество. Что очень важно, здесь принимается обращение и доводится до результата. То есть, мониторится, пока результат не получен, и обязательно держится связь с тем заявителем, который обратился по этому вопросу. Здесь сейчас сидят, я так понимаю, ну сколько, около 10 женщин, да? То есть, они успевают обрабатывать все заявки? Вы знаете, вот как раз мы недавно обсуждали, что в день сюда поступает около 200-300 обращений. И, конечно же, это тяжелая, большая нагрузка достаточно. Тем более, когда по одному только обращению нужно позвонить в совершенно разные государственные органы, в департамент полиции, в управление соцзащитой, например, образование, связаться с министерством, если на месте вопрос не решается. И это все занимает время. И в связи с этим, конечно, есть необходимость увеличивать количество сотрудников, потому что с каждым днем обращений больше. Служба становится более популярной. Люди знают, что, обращаясь сюда, они могут найти справедливость. Динар, на этой фотографии вместе с президентом, я так понимаю, что все ваши коллеги, вот именно ваш СОЗО, да? Да. Нынешний. А как оценивается эффективность каждого депутата? Вообще у нас каждый месяц запрашивают информацию, где мы отражаем, сколько поправок, которые ты внес, были приняты или направлены в Сенат, например. Сколько депутатских запросов ты сделал, сколько выезжал в регионы, сколько принимал граждан по их обращениям. У нас же еще есть выезды в регионы, все депутаты выезжают в свои регионы. То есть вы что, сдаете в конце месяца, отчет какой-то? Да, это отчет. И кто, например, работает на площадках советов, депутаты параллельно еще выезжают в регионы по своей деятельности, по своей сфере. То есть эта работа контролируется, да? Ну, скажем, условно, если кто-то из депутатов, ну, скажем, у него нет там депутатских запросов, да, там он не работает над законопроектами, он не выезжает в регионы, то что с ним будет? Скорее всего, составляется какой-то свой внутренний рейтинг и таким образом оценивают эффективность работы депутата. Как вы думаете, вот в этом рейтинге какое место занимаете? Не знаю. В десятку входите? Не знаю, не могу сказать. Ну, как оценивают? Ну, знаю, что в целом я активный депутат, а какое место занимаю в рейтинге, не могу сказать. Пойдете на следующие выборы? Честно говоря, так серьезно об этом еще не думала, но для меня самое главное довести до результата те вопросы, которые мы поднимаем и которые хотим выстроить. Как дети относятся к вашей новой роли, да, то есть у них раньше была мама общественник, мама там бизнесвумен, а сейчас мама депутат, да, то есть мама депутат, это все равно человек, ну, по крайней мере, вот сейчас мы видим, да, что депутаты, оказывается, очень много могут работать, то есть они же все равно меньше видят свою маму сейчас. Ну, я бы не сказала, что они сейчас меньше видят, наверное, даже немножко больше, потому что когда занималась общественной деятельностью, я больше ездила в регионы, чаще. И мы там в одном регионе по 10 дней проводили, ездили вот в аулы самые дальние, очень много в дороге провели времени, поэтому я, наоборот, уезжала чаще. А здесь уже так часто уезжать возможности нет, и поэтому я больше нахожусь в городе, и они меня видят чаще. А в целом, наверное, мне кажется, для них особо ничего не поменялось, потому что так или иначе я постоянно была занята или общественной деятельностью, или вот фондом, или мы вот меня приглашали работать в детский дом, я там работала, и там тоже очень много времени проводила. Руководили детским домом, да? Да, я полтора года проработала в детском доме, и именно там сформировалась вот окончательная картина того, как важно вовремя помочь семье, не дать ей вот из трудной жизненной ситуации попасть в неблагополучие. Потому что в детском доме ребенок оказывается уже впоследствии того, что с ним могло произойти и с его семьей. А у нас 70% сирот – это социальные сироты, то есть у них есть родители, есть родные, но, к сожалению, их жизнь сложилась так, что они или отказываются, или вот дети поступают в такое учреждение. И мы, работая там, очень хорошо развили службу поддержки семьи, вот именно работали с семьями наших детей, и даже были случаи, когда родители, в конце концов, забирали своих же детей, потому что мы находили спонсоров, на какое-то время оплачивали им квартиру, находили работу этим родителям. Прям вот наша служба поддержки семьи возилась, проверяла, сходили ли они на работу, кого-то обучали парикмахерскому искусству, например, девочек, мам наших детей. И какие-то результаты хорошие были, и, конечно, каждый такой случай нереально вдохновлял. У нас получилось детей всех вывезти в Турцию на отдых, вот при поддержке Акима города, тогда Се Туринтай, Чисикешев и Вячеслава Кима. В Гонконг дети наши съездили с детского дома в Диснейленд. Все-таки от руководителя, вот еще раз убеждаю, что от руководителя зависит многое, да? Вот вы руководили… У нас очень много было хороших людей рядом, попечительский совет, таким городом. Ну, слушайте, ну, это должен быть хороший менеджер. У хорошего менеджера всегда все хорошо, и поэтому и депутат у вас получился хороший. Надеюсь, продолжите свою деятельность в парламенте, потому что если бы каждый депутат вот так отдавался, не просто формально, да, потому что он депутат, и он должен заниматься там какими-то делами, как Абай, да, велел, то есть сначала душа у тебя переживает, да, Жанна, ошибь, да, потом уже ты делаешь, да, вот у вас вот получается именно так. Я думаю, каждый депутат отдается, что-то делает. Я думаю, что вы просто добрый человек. Ну, просто мы не всегда знаем, что кто делает. Будете баллотироваться, будем за вас голосовать. Спасибо. Спасибо.